За каждым обитателем история спасения. В Санкт-Петербурге работает центр реабилитации, где выхаживают диких животных. Кого-то нашли в лесу дачники, кто-то должен был стать экзотическим подарком. Благодаря заботе волонтеров и специалистов, звери обретают шанс на новую жизнь и возвращаются в природу. Репортаж Анны Морозовой. Он общительный, да? Да, он же маму не помнит, поэтому все мамы для него. Новорожденный лосенок уверен, его мама ходит на двух ногах и умеет разговаривать. Рядом с ней малыш чувствует себя в безопасности. С удовольствием лакомится поваренной солью. Что случилось с его настоящей мамой, неизвестно. Только что родившегося, истощенного, малыша нашли в лесу дачники. Прождали целые сутки. Лосиха не пришла. Такая вот версия, что на запах крови хищники пришли, а лосихи и мамы просто уходят от детенышей, чтобы увезти хищника с собой. Скорее всего погибло, а этот остался. За дружелюбие и общительность малыша назвали Светозар. Сейчас его усиленно откармливают 210 граммов козьего молока 7 раз в день. Совсем скоро крошечный Светозар станет вот таким вот здоровым лосем, как вот этот Добрыня или его друг Шурик. Эти двое скоро отправятся в дикую природу на волю. Сотрудники центра ждут, когда в лесу будет побольше зеленых веток. Вольеры нужно освободить как можно быстрее для следующих питомцев. В центре реабилитации диких животных под Петербургом сейчас очень много работы. В лесу сезонный бэби-бум. Еще один новый пациент, трехмесячный медвежонок. Большую часть дня он прячется от людей в импровизированной берлоге. Имени у него нет, чтобы не привыкал. Специалисты очень надеются скоро вернуть его обратно в лес. Есть в этом зверином госпитале и те, кто никогда не вернется на волю. Медведица Тоня, списанная из цирка, уже просто не сможет жить в лесу. А львица Эльза вообще не местная. Прилетела в Петербург из Грозного под Новый год в грузовом отсеке самолета. Подарок кому-то от друзей. Узнал, что это за подарок, и обрадовался. Сразу начал нас уговорить ее забрать. А куда ее выпустить? В леса? Этот единственный в России центр реабилитации диких животных существует только на частные пожертвования благодаря поддержке волонтеров. Сотрудники центра рады любой помощи. Самое необходимое сейчас козье молоко для новорожденного лосенка и лекарства для медвежонка. Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-Западное бюро ТВ-центра, Санкт-Петербург.